Мне предложили участвовать в политсовете и в экспертном совете, поэтому пока вот такое мое место. Что касается самого по себе движения и его заявки на то, чтобы стать политической партией. Но мне кажется, оно в принципе достаточно логично, так как вот те четыре парламентские партии, которые у нас есть в Госдуме, они общий спектр мнений явно не представляют. Ну просто мало уже этого. Нужны какие-то новые образования, новые движения. И даже вот, скажем, на патриотическом фланге, который я лично для себя считаю своим, не хватает широты мнений. Потому что все-таки Единая Россия, ну это партия в значительной степени госаппарата. С остальными тоже там есть какие-то свои вопросы. Появилось большое количество людей, мнение которых даже на патриотическом фланге не укладывается вот это прокрустного ложа четырех парламентских партий. Я считаю, что в принципе появление новополитической силы, оно вполне объяснимо. Может быть еще какие-то другие появятся, потому что действительно вот этих четырех партий, ну просто стало мало. Мало для того, чтобы отражать весь спектр мнений. Я пока не знаю, какая это партия, потому что она еще пока и не партия никакая. Она только подает заявку на то, чтобы стать партией. Я думаю, что она оппозиционная по тем вопросам, которые не укладываются в ее идеологические взгляды. Вот я могу про себя сказать, да. Есть какие-то вопросы там, скажем, касающиеся внешней политики, например, да, с которыми у меня полное согласие с действующим государственным курсом. А есть вопросы там, касающиеся экономики, социально-политических вещей, с которыми я абсолютно не согласен, да. Абсолютно не согласен, и скажем, я там в своих эфирах об этом всегда говорю. То есть здесь вот эта попытка, знаете, все это представить черно-белым, значит, или ты за Путина по полной программе, вот все, что он не скажет, ты за него. Или ты против Путина, все, что он не скажет, ты против этого. Я считаю это бредом, упрощением. Это просто, ну, жизнь не такая, жизнь более сложная. Соответственно, в чем-то, как бы, оппозиционная, а в чем-то вполне, как бы, себе поддерживающая. Вот и так вот. Я считаю, что просто надо поближе к жизни быть, потому что, мне кажется, что вот крайняя лояльность, как и крайняя оппозиционность, они какие-то не живые. Одни, как бы, все поддерживают, не глядя ни на что, а другие все отрицают, не глядя ни на что. И то, и другое, это не про жизнь вообще. Нормальный, обычный, живой человек, он что-то поддерживает, Да что-то не поддерживает. Это нормально.